с одного языка на другой, не побоявшись того, что человеческая глупость эту божественную мудрость искает. А вот как? Как раз человек не понимает великой мудрость в том, что перевели его на две тысячи языков. И столько людей теперь познали Христа. Апостол Павел говорит, если труба не будет издавать нужные звуки, никто к битве не будет готовиться. Лучше пять слов понятных, чем десять тысяч непонятных. И поэтому переводчики – это самые святые люди. Понятно. То есть все переводчики были искренни, вы считаете? Я знаю про русских, знаю про немецких, про английских, которые католики, вульгата, Ироним Стридонский переводил. Он не просто так, а 30 лет оставил на это. А на русский перевод четыре духовные академии переводили. Знание языка такое, которого сегодня ни у кого и нет. Я беседовал с Александром Мене, который убил смещенник, был. Я говорю, а он еврей. Я говорю, ты можешь переводить вот так? Он работает с оригиналами еврейскими. Он говорит, нет таких сегодня переводчиков. Они знали не только, как переводится, но как это слово понимали святые отцы первых веков. Здесь знание не подвластное человеческой мысли. Я его собирал переводы на разных языках. Бог дал мне знания. И везде одинаково. А как может быть знание не подвластно человеческой мысли, если речь идет о том, что это знание находится у людей? Не знаю. Вы что-то так нам много сказали. Знание это человек добывает. Вы же... Быть разумным. Подождите. Подождите. Извините, перебиваю. Вы же сами только что сказали. Знание не подвластное человеческой мысли. То есть получается, что если знание не подвластно человеческой мысли, то вот отдельно люди оторваны, а вот знание. Я этого не говорил. Понимаете, вы идете... Думаете, понятия друг с другом не пересекаются. Я не говорил это. Это у вас такое уже повторяли многократно. И повторите. Знание дает Бог. А рассудительность вся от него это. Если человек отнимет разум, человек на колени встанет и будет траву жевать. Как было с Новохадоносором. Я, мы, начал думать, построили там как это. И Господь отнял разум. И все, животное пошло по земле. Понятно. У вас есть скайп? Скайп? Нет, я уже давно не пользуюсь скайпом. Вот если вы его установите, это 5 минут требуется. И зайдете, два слова зарядите, Игнатий Лапкин, это я. Я скидываю в течение трех минут свои сокровища. Самые большие в интернете ресурсы мои. Огромнейшие. Там я студентам отвечал на тысячи вопросов. Они сохранились. Так, у меня вышло из печати где-то сорок четыре, сорок две, два тома книг о жизни. Ответ на тысячи вопросов. Я-то все отдаю зарядку. А вот вы зарядите, зарядите Википедия, Игнатий Лапкин, и вы узнаете, с кем разговариваете. Википедия. У вас из Википедии никого не было. Да и не будет. А вы зарядите два слова. Википедия, два слова, Игнатий Лапкин, я. И вы увидите, моя биография одна. Ладно, хорошо, я как-нибудь этим займусь. А по скайпу, тогда, если зайдете, Игнатий Лапкин, мы заново встретимся. Встреча в скайпе предусмотрена, не предусмотрена. Где-то там. А по скайпу предусмотрена. А вот в рулетке не предусмотрена. Мы расстаемся навсегда. А это самый важный день в вашей жизни. Вы все можете иметь. Понятно. А до этого не имел? Ну, понимаете что? Вы будете получать ответ на все вопросы, какие существуют на Земле. Политика, экономика, социология, работа, семья. И при том по пяти параметрам. Этого больше в интернете нигде нет. А почему вы считаете, что вы отвечаете, ну, вы даете истинную информацию? Я вам ответил, вы не поняли. Я отвечаю не сам, а по пяти параметрам. Вот я стою за кафедрой. В университетах преподавал сколько. Никто не знает. Вопрос задали. Я говорю, бумажка. Я по этой бумажке считаю. И говорю, что по этому вопросу, а дает вам, что будет дальше с Украиной? Я отвечаю по Библии. А в Библии 77 книг. Вот она. Дальше. Что по этому вопросу говорят святые отцы, патрология миния? Это 300 томов. 300 томов. Да, я закончу. Потом, что говорит церковное право? Церковное право, что говорит? 719 параграфов. Что говорят жития святых? 1173 биографии. И пятый параметр. Что говорят 300 поэтов мира за 200 лет? Это 20 тысяч стихов файлов. Таких ответов больше нет нигде. Скажите, пожалуйста, Игнатий, а что будет с мировым океаном, который сейчас безжалостно пластиком загрязняется? Написано, и море убежит, и все убежит. Когда Бог пошлет второе пришествие Христа будет, зазвучат трубы. Сгорит земля и все, что на ней. И дальше говорится, ни моря, ни океана не будет, они уже не нужны. Поэтому заряжают пластиком, все это верно. Но заряжают почему? Неверующие люди. Не заряжают, а заражают. Заражают. Смотрите, вот сейчас, вот сейчас трулетку кто изобрел, знаете? Понятия не имею. Мне это неинтересно, если честно. Еще пользуемся его трудами, и нам неинтересно. Это неправильно. Ну, понимаю, если честно, если вам интересно меня слушать, по поводу Чатрулетки, я от души считаю это место, мягко говоря, не самым лучшим. Это самое развратное место. Но второй-то вопрос сразу. Почему здесь 95% мусульман? Почему? Я с ними, когда беседую, с мусульманами, я не просто говорю, я открываю, какая сура, какой азьяд. Передо мной прошло в прошлом году 2600 мусульман, и ни один не читал эту книгу. Я говорю, дома у тебя четыре жены, разрешают. Конечно, не читали. Конечно, не читали. Не читали. Одно дело назвать, я полностью с вами согласен, одно дело назвать себя мусульманином, а другое дело прочитать Коран. Это две большие разницы. Так вот, по правде здесь написано, четвертая сура, третий аят, разрешает иметь ему четыре жены. И надо колым платить, заботиться, даже разведется, должен кормить. А тут 44, голые даром, я говорю, вы с ума посходили, блудливые жеребцы. Я думаю, что даже чувство стыда вы у них вызвать не можете, к сожалению. Ну, у нас есть, которые люди пришли, есть даже такие, кто приняли крещение православное. Вот у нас миссионерская поездка была, у меня 42 тома вышло моих трудов. И мы проехали до Владивостока, Тихий океан, прошли все государства Европы, Атлантика, Скандинавия, Прибалтика, и подарили мои книги в 650 библиотек. Нам обошлось это в 35 миллионов рублей, не имея денег. Вот как Господь делает. И мы столько видели всего и отвечали везде на вопросы. Тысячи выступлений были. Видите, как Бог делает. Человек без веры не может делать. Вот большой сбор, как сказать, интеллигенции там собирали. Жалер Славперов был на Ларь-Тобинской премии. Ну и там профессора разные говорят, вот нет национальной идеи, которая объединяла бы людей. Ну, было пролетари, всех стран объединяйтесь, не объединились, воюют. Я говорю, оно есть. Так надо опробировать. Я говорю, сколько? Ну, года четыре. Я говорю, сорок лет я опробирую. А что такое? Я говорю, дети. Фу, мы и забыли дети. Я говорю, воспитанные, правильно. Я говорю, во Христе. О, дети воспитанные во Христе. Ни одного развода, ни одного, не будет оборот на милиционера, ни одного депутата взяточника коррупционера. С Богом. Это все победа полная над всем. Я не на себя надеюсь, на Бога. У нас вот юноши и девицы сохраняют физиологическую девственность до брачной ночи. Вещь неслыханная для русских. Не только для русских. Для всех остальных тоже неслыханная. Нет, нет. Слушайте, слушайте. Мустерман. Если она не девушка, ее сразу убивают. А позвольте вам такой интимный вопрос задать. Можно? Вот вы фактически являетесь ретранслятором. Я обыкновенный, простой человек. Настройки проработал. Подождите, подождите. То есть, ну, если через вас говорит Бог, то, соответственно, вы являетесь ретранслятором. В этом смысле я передаю, что написано. А, что написано. Да. Я думал, у вас, я думал, у вас, ну, проходит через ощущение. То есть, ваше восприятие настолько объемно, что если существует какой-то вопрос, запрос на какую-то информацию, то эта информация приходит к вам, ну, естественно, ко всем приходит от Бога. Вот, мало кто это понимает, но вы, как, скажем так, осознавший свою миссию человек, вы должны это выделенно чувствовать. Какие ощущения при этом вас? Радость, радость. Я отвечаю, я вам сказал, по пяти параметрам. Это Бог дает такие знания. Это благодать Божия только может так. Вы говорите, все от Бога, не от Бога, а от лукавого. Что правители говорят, как обманывают. Какая их жизнь. Самое богатое государство, беднее нас только Конго. Что, нормально? А мне приходится разговаривать с очень большими людьми. И начинаешь говорить, сначала упирается, а потом соглашается. Да, так. Что будет дальше? Мы знаем, что будет, политические события, как будут идти. А как, что будет? Вот так. Первым делом исчезают деньги сейчас. Чип. Подставил, что у тебя есть? У тебя нет, у тебя полиция еще. Двери все закрыли, себя взяли. Это уже обдумано. Дальше. Исчезают границы. Одно государство во всем мире. Воевать не с кем. К этому вплотную уже подходим. Я говорю, будет одна столица и один правитель. А кто? Все. Москва. Москва будет сожженная дотла в один час. Это говорит апокалиптизм 17-18 главы. Дальше. А какой? Иерусалим. Все в мире захватили евреи. Потому что это на земле 2896 национальностей. Бог избрал Авраама. 12 глава, 3 стих. Бытие. И говорит, кто будет проклинать, будет проклят. Кто благословляет, будет благословлен. Вот как. Вот смотрите. Гитлер захватил уже там и Европу. Почему? Он поднял руку через Генриха Гиммлера. На евреев-то. Это приговор был. И дальше все кверх ногами пошло. Вот в чем дело. А когда знаю Библию, я знаю, надо приготовиться к этому. И царь будет из данного колена, еврей, будет царствовать 3,5 года. 3,5 года от подготовительным и 3,5 от всем миром. И все. И всем будет поставлен знак 666. 13 глава апокалипсиса. И ему всем. Вот так. А почему всем-то? А почему всем-то? Потому что наблюдать надо за всеми. Сегодня это уже все. Тебе надели на браслет, который выходит. Он снимает. В этот же день его арестуют. И опять пойдет туда же, как Навальный. Только мелькинул хвостом. Вы даже спрашиваете Навальный. Не знаю, что он. Вот Владимир Больфович. Жириновский про него говорил. Время думы-то. Это один из самых гнусных людей. А там люди собрались хоронить. Сейчас все закончено. Нету. Слово Навал в Библии написано. Безумный. У него фамилия безумная. У него ничего не было, кроме смуты. И Бог положил конец. Говорит, сдохло мерзкое животное. Какой вы радикальный. В Библии написано. Об этом говорит и один, и другой пророк. Вот сейчас на Украине что делается? Не знают. Я ответил. Пророк Иеремия, 48 глава 10 стих говорит. Проклят, кто дело Господне делает небрежное. И проклят, кто меч Господне удержит от крови. Даже о мире нельзя молиться за Украину. Что они натворили? Вся зараза, вот эти попы, все это за деньги хватает. Захватили все в России. Вся зараза, все эти еретики оттуда ползут. А Путин сказал, нам говорит, отступать некуда. Они в ООН думали отступать. Там Зеленский, клоун. И что? Ступили? Сейчас 50 стран буквально против России подняли руку. Все Бог поставит на место. Вот сейчас министром обороны поставлен Беловусов. А Андрей Рымович. Такого человека найти в России в настоящее время, он там как расшелудил, уже сколько генералов за решеткой сидят. Вернуть все деньги народу. И главное не военный, а по военному делу Путин избрал его. Вот, дорогой мой, вас как звать-то? Меня Егором звать. Как? Егором. Егор, это означает землепашис, греческое имя. Любое имя говорить я вам переведу с какого языка. Жену, детей называйте. Не, жену, детей называть не буду. Ну, не надо кого-то знакомого, чтобы вы поняли как. Егор, это Георгий. Одно и то же имя. Ну, я в принципе знаю, да. Вот Николай, Николай, дальше Никита и Виктор. Это одно и то же слово, победитель, только с разных языков. Угу. Понятно, понятно. Ну, ладно, что рассказать. Спасибо за разговор. Вам сколько лет? Мне 52. А мне через 10 дней будет 85. Ну, замечательно, я очень рад за вас. Ну, вот так. Заходите по скайпу, и мы друг друга уже не потеряем, Егор. Вот этот день самый счастливый в вашей жизни будет. Все это бесплатно. Я вот директор детского лагеря, 45 лет был, создал лагерь. Тысячи детей от государства ни копейки не получили. Угу. Вот так. У меня мама Мария Егоровна. У меня дедушка Егор был. Мать моя Мария Егоровна. А еще раз фамилию свою назовите, пожалуйста. Лапкин Игнатий, Сова Лапа. Лапкин. Да, 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 да. Вы сначала Википедию откройте, и вы увидите моя биография. Она единственная на весь интернет. На весь мировой интернет. Хорошо. Вам будет настолько радостно за этот день. Спасибо, что на меня время потратили. Это я отбалился. Перед самым началом я попросил, Господи, пошли мне доброго человека, чтобы не матерился хотя бы. Видите, ваш язык чистый. Неужели с вами кто-то матом разговаривает? Ну, он даже не разговаривает. Только вот так увидит, и сразу матерками с друг с другом. И нахохочет. Я говорю, в Библии написано, смех обратится в плащ, а радость в рыдание. Чехов говорит, скверное слово – это низость и убожество души. Вот и все. Не, я по-другому говорю. Некоторые, кто умудряются услышать, я им пытаюсь объяснить, что человек ругается матом в двух случаях. В одном случае, когда человеку плохо, ну, отрицательные эмоции у человека. А в другом случае, когда человек на своем родном, богатом, великом и могучем русском языке не может свои эмоции выразить без мата. А вот Владимир Владимирович Маяковский говорил, пусть с фронта борьбы поступают сводки, что вышли победителями из боя злого. Не выпито ни единого стакана водки, не сказано ни единого бранного слова. Да, замечательно. Ладно, еще раз спасибо. Вы поэзию любите? Поэзию? Ну, периодически. А так, чтобы постоянно, вроде как. У меня вышло сейчас 4 тома моих стихов, каждый том 880 страниц. Каждое стихотворение 9 куплетов, 36 строчек. Вот от стихотеки, я скажу правую. Плодоборная прямо творческая личность. Вот смотрите, одно стихотворение. Определенно. Святая Русь, когда была святая? Скажите дату, срок и имена. Во свете Библии патетика растает. Останется вино, вина, война. Хватали все от севера до юга, до порта Артура, оспу, островов. Все подгребли самым тайгу и в югу. И расплодили нехрестив воров. Кто хуже нас сокровища земные транжирит, жжет и рубит по весне. Мы опостылили от века и до ныне Прибалтики, Татарам и Чечне. На наши земли вожделения, зависть, а близовый смотрит миллиард. Весь мусульманский мир, там добровольцев запись. У нас отнять за счастье каждый рад. О, Боже, проповедников пришли. Служение Богу на родном, на русском. Крещение духом водное в крови. Тернистый путь и вход уж очень узкий. Тогда, исполнив веренную нам, не Русь святая, а герои веры, в народы понесут евангельский бальзам от коммунистической заразы и химеры. Ой, вы по коммунистической заразе прошли. Да. Я политзаключенный был. Я только в 87-м году освободился. А в 92-м реабилитировал. Вы по Википедии, когда зайдете, там есть снимок, меня арестованно ведут. Я понял. Я понял. Ладно. Еще раз спасибо за общение. Всего вам хорошего. Спасибо, Христос Сибирь. Заходи в скайп и Игнатий Лапкин. И мы снова встретимся. Хорошо. До свидания. До свидания. Так.